Привет всем! Итак, у нас подходит к концу последние дни, и мы уже отставили делать ни математику, ничего, ничем не занимаемся, только, как говорится, have fun. Я обожаю такие дни, потому что учителя придумывают всякие интересные задания, сегодня помогала всем делать короны. То корона жмёт, то корона большая. Всё это нужно было, там на короне было написано, закончил такой-то класс, перехожу в такой-то, потом они делали годовой себе журнал, где каждый расписывался или там заполняли всякие вопросы, ответы на вопросы. Ну, в общем, было интересно, конечно. Детям сейчас интересно, их стараются больше держать на улице, вот как сейчас, там держат их на улице, больше, чем положено. На понедельник тоже запланировано какое-то большое мероприятие, зависим от погоды, как обычно. Вот, но я сегодня хотела рассказать опять ещё раз о своих коллегах. У меня есть, у нас есть в школе две девочки молодые, они вот после колледжа, они работают учителем первый год. И сначала я думала, что они сёстры, потому что они, во-первых, похожи, во-вторых, у них какая-то такая вот близость, знаете, по-доброму такая дружеская. А оказалось, это просто друзья, говорит, мы просто дружим с детского сада, представляете, вот так тоже дружба, говорит, там, американцы не дружат. Да, это всё дружат, как все, они обычные люди, да, всё как у всех. И одна из них выходит замуж, и вот вчера у неё было wedding shower, это перед тем, как выходить замуж. Была такая классная идея, мне так понравилось. Никакие ни карты, никакие ни подарки, а просто ей купили такую коробочку специальную, там в этой коробочке специальные карточки, раздали нам всем, это рецепты. Думаю, ну какая простая и гениальная идея. И там всё написано, значит, какой рецепт, сколько, какие требуются ингредиенты, как готовить, от кого она пришла. Вот, я попросила мужа своего, говорю, здесь очень популярно именно готовить slow cooker. Это где 6 часов, 8 часов что-то готовить, закинул всё туда, поставил на 8 часов, пошёл на работу, сходил, вернулся домой. Вот тебе, пожалуйста, горячий ужин. И как раз недавно у меня муж только готовил по этому рецепту, я говорю, давай-ка этот рецепт мы напишем. Это его мамы, мамы его, в общем, бабушки его, короче говоря, первые поселенцы сюда приехали, и вот этот рецепт. И, в общем-то, вчера рецепт этот был очень популярный, я сделала столько копий для всех остальных. Я считаю, что вообще суперская, просто отличная идея. Вот, и я вчера ещё с ней разговаривала о том, что вообще планы на будущее. Я вот думаю, я смотрю на них, на молодых этих, и думаю, какие они молодцы. Конечно, им повезло в том, что они родились в такой стране, где правило очень простое. Учись, работай, не ленись, и всё будет с тобой в порядке. Конечно, здоровье должно прилагаться, да. Но если ты готов работать, то всё с тобой будет в порядке. И даже несмотря на то, что они после колледжа заканчивают с большими долгами, всё это решаемо, если только есть желание работать. Всё, остальное всё. И, конечно же, они к концу жизни, выходу на пенсию, они будут в очень большом порядке, в очень большом порядке. И, в общем-то, у неё жених, он инженер, он её, может быть, на год, на два постарше, он работает, он зарабатывает хорошие деньги. Конечно, не такие, как она, она меньше, он побольше, но, в общем-то, у них такая образуется семья. И я спросила, как она сейчас живёт с родителями, как вы планируете, она говорит, мы дом не собираемся покупать, потому как мой жених, он купил в прошлом году дом, и мы сейчас планируем жить пять лет в этом доме. Вообще, у него ещё есть участок, он тоже купил участок. Мы планируем в будущем строить дом, но не сейчас, пока у нас очень много обязательств. У нас машины взяты в кредит, мы хотим путешествовать, пока мы молодые и без детей. И у нас есть долг ещё с учёбы, называется Student Loan. И я тоже опять вопрос, у нас же электронная почта, где мы общаемся с Бордов Education, где мы общаемся между собой, как у нас директор с нами общается, электронная почта. Я всё время вижу вот эти рассылки, где Student Loan Forgiveness, это значит прощение долга. Я после колледжа, я говорю, ты участвуешь в этой программе? Она говорит, я не участвую, потому что у меня долг только там где-то совсем немножечко остался, у меня пять тысяч, это ерунда, я сама покрою. А вот мисс Грэгсон, это её подруга, которая, она, я слышала, что она покидает нашу школу, переходит в другую школу. Я говорю, да-да, я слышала, что она уходит в другую школу. Она говорит, так вот, у неё долг побольше, у неё там 20 тысяч, и вот они этот долг ей списывают, но она за это должна три года отработать в какой-то маленькой деревушке, ну, типа маленький город, работать в Special Education, это где детки больные, знаете, у неё будет там три ассистента, то есть вот такие вот будут тяжёлые. Она должна с ними там постоянно работать, целый день, в общем-то, с ними, нос к носу целый день. Это тяжело, это очень тяжёлая работа. За эту работу, конечно, больше платят, но, как видите, ничего не даётся просто так, и как бы я-то не знала, вот кто знает, в чём смысл этой программы, конечно. Могут больше рассказать, вот это только, видите, то, что я знаю. Я поняла, что никто за тебя долг не заплатит, за это потребует очень много мелких разных услуг. В общем-то, вот так вот, видите. Но я вот ещё раз говорю, какие они молодые, они молодцы, продуманные, да, такие они мудрые, они знают, что всё это решаемо, но постепенно. У них долг за свадьбу, естественно, 8 тысяч долларов, она сказала, говорит, это моя часть, я плачу, и родители не помогают, потому что они самостоятельные. Родители хотят, помогут, не хотят, не помогут, никаких проблем, понимаете, они взрослые, они работают, и это их проблемы, это их ответственность. Вот это вот мне, конечно, нравится, они молодцы такие. Ну вот так вот, такая вот у нас история про наших девчонок. Привет ещё раз всем. Итак, у нас наконец-то закончилась неделя. Конечно, последние дни, знаете как, здесь ничего уже не показывают, не рассказывают, все тесты сданы, только have a fun, как говорится. Знаете, фан для детей, но совершенно не фан для взрослых, потому как сегодня, что только я не делала, я уже не говорю о учителях, что они только не придумывают, каждый класс заходишь, там что-то у них новое, какие-то активити, понимаете, кто-то печенье дробит, значит, выискивает эти чакл чипс и делает свои эксперименты, какое печенье лучше крошится, мягкое или твёрдое, понимаете. Другие короны делают, им учитель объясняет на своём родном языке. Вот звезда есть, вот там звёзды, да, по бокам, вот дальше вот это пространство не обрезать, потому что это должно быть для швов. Нет, взяли, обрезали на звёздах, понимаете. Потом они, я им помогала эти короны, значит, так сказать, степлером скреплять, корона на голову не налазит, кому-то она жмёт, с кого-то она сваливается. Учитель сказал, ну это твоя работа, ты как-то надо было слушать инструкцию, и всё. Знаете, разговор короткий. А у меня же есть, понимаете, я же, мне же жалко, мне же хочется, чтобы у него была корона, тоже, как у всех, давай дотачивать, в общем, там куча работы. В другой класс заходишь, они там рисунки делают с двух сторон, и что-то такое задание, в общем, интересное, нужно тоже объяснять. Другие фильмы показывают, третьи игры играют, в общем, и это ещё не понедельник, самое интересное будет в понедельник. Вот сейчас я приехала поменять книги, потому что у меня книги нужно сдать 23-го, это будет понедельник. В понедельник это будет у нас полный рабочий день, и у нас там тоже запланирован фан. И это будет выживание уже, я знаю точно, что мне будет совершенно не до вот этих всяких библиотек и так далее. Поэтому я решила, что я давай уже сегодня, муж меня ждёт, потому что мы должны ехать в магазин. Вот, и нам уже прислали это стейтмент, что сколько стоит, и мы пытаемся хоть какие-то деньги там сэкономить, потому как, знаете, за всё там приходится очень сильно платить. Например, за то, что они отрывают вам карпет, да, то есть ковёр от пола, нужно заплатить там что-то 300 долларов. Потом за то, что они почистят вам пол, там ещё 200 долларов. Если какой-то пол с проблемами, значит, тогда будете 35 долларов в час платить. Передвинуть мебель – 156 долларов. На что мы так посмотрели, думаем, так мы можем сами эти работы сделать. Я уже не говорю про стены, которые я собираюсь красить. Это ещё дополнительные тысячи долларов. Поэтому, знаете, как экономия, стараемся как можем. Вот, и поэтому мы не спеша, не спеша, эту неделю всю муж работал с этим полом, потому что у нас был такой участок, где было очень проблематично. Слава Богу, не весь пол такой, но всё-таки. Всё, он сам поотрывает, сказал я, и плинтусы тоже, он уже и новые понапилил, стены я тоже покрашу, и тогда только мы уже будем с этими парнями связываться, потому как на них денег не запасёшься. Просто вот так вот. Всё, пошла я. Но сегодня полная тишина. Вообще, знаете, меня пугает, когда полная тишина, потому что это оклахома, это значит «жди бурь». Смотрите, какая травка. Вообще, она такая, как ковёр. Класс. Смотрите, тишина вообще. Можно видео делать сколько хочешь, только если бы кто-то мог. Мне вот непонятно, что он там складирует эти ветки старые, да? Завтра надо вмешаться в это мягко. Всё, неделю вообще, знаете, называется «Не трогай меня». Сегодня, когда мы ехали домой с магазина, он говорит, поедем плинтус подберём по цвету. Я думала, сейчас закричу. Сосед наш. На следующей неделе мы собираемся, вплотную у меня заканчивается учёба. Я начинаю всё это красить там. И вообще, знаете, вот уже мы как второй месяц, мы получается что-то подделываем по дому. Денег это берёт очень много. Я говорила, что вот этот гаттерин стоил нам 630, что-то так, долларов. Хотя что-то такого, да? Дальше вот этот пол будет стоить, это как минимум 1400-1500. Вот получается. И это только вот этим парням нужно заплатить, которые привезут тебе и будут устанавливать. А сколько ещё по мелочам, конечно же, ого! Не, у нас таких дней, конечно, мало очень. Чтобы было тихо, спокойно, наверное, можно их пересчитать просто на одной руке за год. И обычно, знаете, как «жди чего-то». Такой штиль у нас, это значит «жди чего-то», да, такого самого, что там напряглась. Птица там, птица там. И как только наступают у меня выходные, то есть не выходные, а каникулы на следующей неделе, два дня, то есть полтора, и всё. И со среды бросаюсь в работу. Потому что этот весь этот... Как это слово подобрать? Беспорядок. Нужно остановить. Парни сказали, что в течение 3-4 дней привезут всё и начнут устанавливать. Но мне перед этим нужно покрасить потолки и стены, да, самого. О, тут ещё кто-то пришёл. Да, типсюндрик. Какие у вас разные меха. Они не любят так, когда один, потом другого гладишь.